Продолжение следует... 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 Первый метод – этот метод plug-and-play. Применяется в большинстве современных IP-телефонов и шлюзов диаста, позволяет легко и быстро осуществить расстройку. На левом решете мы видим пример схематичный, как работает этот сервис. Телефоны должны быть подключены в одной локальной сети с телефонной станцией. При включении телефоны начинают отправлять широковещать запросы, тем самым анонсируя свое присутствие. Мы видим в списке новое оборудование и после настройки телефонная станция отправляет его под лусип на ТФИ-сообщение с указанием адреса, откуда телефон может и шлюз загрузить конфигурационный файл с нужными настройками. Все очень просто. Второй метод – метод с использованием DHCP-сервера. Применяется также в подавляющем большинстве телефонов. Более актуален для устаревших, снятых с производства моделей, которые не имеют возможности использовать функционал plug-and-play. Также новые телефоны тоже могут быть настроены на метод основы на получение информации от DHCP-сервера. Станция E-Star S-series может являться DHCP-сервером. При включении, как сферитичный процесс, в правом скриншоте взаимодействия, девайс при включении отправляет запрос на получение адреса к DHCP-серверу и вместе с ответом получает в DHCP-опции ссылку на файл, который он может загрузить. Установка приложения производится из центра приложений в DHCP-ATS. Также, возможно, если станция имеет доступ в сеть интернет, приложение может обновляться, в том числе автоматически. После того, как, соответственно, для приложения мы произведем установку приложения, оно у нас появится в основном меню и позволит осуществлять настройку. Рассмотрим по порядку первый метод, метод Plug-and-Play, настройки телефонов через сервис-аппровидженка. Доступна настройка как одного устройства, так же и группы устройств. Можем выбрать группу устройств. Устройства должны быть обязательно одной модели. Можно настраивать за нас. Если вы включили телефон, то их, соответственно, можно нажать и сканировать. И это позволит обновить список доступных устройств и произвести их в дальнейшем настройку. В данном слайде показано. Можно выбрать группу телефонов. И, соответственно, нажать и редактировать, задать настройки сразу. Так же можно настраивать по одному телефону. Смотрим этот вариант более подробно. На первой вкладке нам доступен выбор моделей телефонов. Можно указать непосредственно для новых IP телефонов. Узнается автоматически, если использован метод plug-and-play. Также указывается адрес телефона, который используется на формирование файла. Нужно выбрать заранее заготовленный шаблон, чтобы упростить настройку. И, соответственно, на первой вкладке мы выбираем аккаунт, указывая внутренний номер телефона, который будет использован для данного парта. В публике лейбл можно ввести произвольное значение. Допустим, имя, должность. Это значение будет отображено непосредственно на экране телефонного парта. Следующий пункт – это настройка кнопок, программированных на телефонном аппарате. Соответственно, могут быть назначены различные функции. На примере телефона E-Link 21 модели мы настраиваем вторую кнопку телефона на одном из функций доступны. Широкие возможности по выбору функции. Это может быть функция FBF, индикация, состояние компонента, быстрый набор, интерфон, перехват вызова и многое другое. В данном случае примере убираем функцию FBF, указываем более главное значение. Это внутренний номер абонента, который будет отображаться в состоянии дикаться на IP-телефонную метку. Это имя, под которым пользователь телефона на своем экране выйдет эту кнопку. Также выбираем аккаунт, через который будет работать данный функционал. Соответственно, в пуля экстеншн мы можем указать произвольный номер, который будет набираться при нажатии кнопки. В данном примере мы используем строку звездочка 0.4 для перехвата вызова. Более подробно про националный телефон Ялинк и настройку можно посмотреть, есть на канале YouTube по ней мать и вебинары. Это рассмотрено более подробно. Следующая вкладка позволяет нам задать базовые функции телефона, такие как ожидание звонка, call waiting, автор-дозвон, автор-ответ, голосовая почта, включить локальную записную книгу. Локальная записная книга может быть достроена. Дальше, как и вообще, адрес. Мы посмотрим далее. Также можно задать адрес для загрузки удаленной записной книги. Процесс создания подготовки удаленной записной книги было рассмотрен у нас и так давно выходил вебинар по продвинутому возможностям в телефон Ялинк. Вы также можете на канале тематики на YouTube найти вебинар и более подробно ознакомиться. Следующая вкладка предлагает нам возможность включить и отключить протоколы HTTP и HTTPS для доступа к веб-интерфейсу IP-телефону. Например, можно ограничить доступ выключив протокол. Также выбор доступа языка интерфейса для телефона часового пояса. Также полезная возможность изменить пароль администратора пользователя не мог производить без следом администратора изменения настройка IP-телефона. Также можно указать внешний тип сервера с которым будет производиться синхронизация в рюк. на последней вкладке нам предлагается выбрать кодеки, которые будут использованы в обмажении телефона. В левой части предложены списки доступных кодеков, в правой части выбранные кодеки. Также при помощи стрелок мы можем менять порядок следования кодеков, что отразится на процессе установки соединения шлюзов. Теперь рассмотрим мер с настройкой шлюза E-Star и процесс шлюзов. Они настраиваются аналогично телефоном, также используется lag and play, поддерживается. на основной первой вкладке нам предлагается выбрать модель шлюза, также можем использовать шаблон, предварительно созданный настройка, также MAC-адрес, устройство, которое мы будем производить. На первой вкладке предлагается выбрать номер SIP или AX-сервера, с которым будет работать шлюз. Дело в том, что шлюзы E-Star могут иметь подключение к нескольким адресам SIP-серверам, часть абонентов может быть 1 АТС, часть использования второй станции, например, G-100-400 имеет два поля сервера, которые настрой модели ТА-32200 имеют 16. На следующей вкладке X-Stars задаем соответствие от портов шлюза и убираем внутренний номер для этого порта. Также есть возможность включить функцию рейтинг ожидания звонка, чтобы получать второй вызов либо DND. Вкладка сетевых настроек для шлюза умолчания выставлена метод HCP шлюз получает адрес автоматический. Также мы можем выбрать возможность задать статические IP-параметры, указать IP-адрес, маску под сети, основной шлюз предпочтитель DNS и после применения своих перезагрузки шлюза он будет работать недоступен по задуманным IP-адресу. На следующей вкладке нам предлагается возможность изменения пароля доступа для администратора к производить изменения настроек возоблюдить извиняем администратора. На последней вкладке также как для IP-ти иконов нам доступна возможность выбора кодеков в левой части список доступных кодеков в правой части. использованные кодеки также можно менять рядок следований кодеков что отразится на использовании. Отдельно задаются кодеки для CIP-протокола и AX. Итак, настройка IP-ти иконов шлюзов Ястар методом LogonPlay. мы задали все необходимые параметры для нашего устройства и при сохранении нам будет предложено осуществить перезагрузку нашего устройства нажать ее и станция отправит по усилию мотивое сообщение с полем которым будет отдана команда на перезагрузку. В случае использования кс-шлюза также будет возможность выбора отложенной перезагрузки. Это полезно если шлюз уже каким-то образом используется там могут быть звонки активные соответственно перезагрузка их вызывает прерывание поэтому можем выбрать отложенные перезагрузки по окончании звонка когда абонент положит трубку шлюз будет перезагружен соответственно и также методом передачи СИП сообщения от станции с образованием адреса для загрузки конфигурационного файла шлюз или IPT он получит новые настройки также удобная возможность предоставляется при использовании функции автопровиженка все устройства которые мы настроим на пяти шлюзы будут автоматически добавлены в список правил Брентмаура в качестве разрешенного для создания правила используется естественно АКДС если мы производим настройку сеть телефон вручную то нам потребуется производить добавление правил настройки Брентмаура IP адрес ясно теперь давайте рассмотрим второй метод работая с приложением автопровиженка при помощи сервера HCP на станции есть возможность включить сервер HCP станция будет сдавать IP-адрес следует принять во внимание что главные локальные сети допустимы иметь только один HCP сервер чтобы не было конфликтов и проблем с устройством при получении IP-адреса настроить HCP сервер на станции Ястар можно в разделе система сетевые службы есть возможность включить HCP сервер указать адрес Москву под сети указать шлюз диапазон адресов из которого будет производиться значение IP-адресов для IP-телефонов также следует обратить внимание на поле FTP в котором указан адрес который будет предлагаться IP-телефоном и шлюзом для загрузки конфигурационного файла дело в том что для различных моделей различных производителей поле может быть потребуется указать явном виде протокол для телефонов Ялинк мы можем указать адрес телефонов Ялинк мы можем получать фигурацию различным способом для некоторых устаревших телефонов актуально чтобы был указан полностью и в грамматике мы можем слать и нажимать Далее по списке устройств приложения Автопровизм нам необходимо добавить устройство, которое мы хотим настроить при помощи HCP. Указать обязательно корректный MAC-адрес. В MAC-адрес указывается без пробелов, дефисов, троеточий, как показано в примере. Также нужно выбрать производительную модель нашего IP-телекона и задать параметры. Параметры остаются аналогичными для рассмотра ранее. После этого телефон включаем в локальную сеть. На большинстве телефонов используется получение IP-адрес автоматически от DHCP сервера. Таким образом, телефон получит IP-адрес EASTAR, IP-адрес, также через DHCP опцию, ссылку с адресом, откуда он сможет загрузить себе конфигурационные правила с настройками. Также в приложении Автопровизм мы можем загрузить свои собственные заранее подготовленные файлы. Сделать это можно через IP-интерфейс. Его можно посредственно подключить к станции BOK, 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 в котором хранятся фигурационные файлы, как загруженные, так и настроенные автоматически при помощи графического интерфейса. И сюда можно добавить свои файлы. Например, это возможность актуально для лекарств телефонов, которые сняты с производства и не могут быть расстроены одним способом. Перед использованием данной возможности следует более внимательно ознакомиться с документацией в IP-интерфейс, чтобы корректно подготовить прочие актуационные файлы. Далее мы рассмотрим возможность создания записной книжки контактов для IP-телефонов при помощи сервиса приложения Автопровизм. На вкладке «Телефонная книга», «Контакты» мы можем производить добавление, редактирование новых записей. Соответственно, после применения настройок фигурационных файлов для различных моделей телефонов, будут сформированы и находиться в металлогии TFTB-BOOT на станции. Также можно рассмотреть получившиеся данные станции в металлогии ФАНГУ. Вот пример создания или редактирования контакта. Доступны на ряд стандартных полей, которые есть в большинстве IP-телефонов. И пример, как будут выглядеть контакты на примере TFTB-1. Также может быть использовано приложение Автопровизм для хранения и раздачи удаленной записной книги. Удаленная записная книга должна быть у телефона подготовлена заранее. Опять же, хочу обратить внимание, что не так давно проводился лифон по возможностям телефона в Geolink. Там была рассмотрена работа с удаленной записной книги в плане, посредством файла удаленной записной книги. Здесь же мы имеем возможность запустить ранее подготовленную записную книгу в настройках, указать адрес, и телефон будет подгружать при обращении записной книги, из памяти IP-ATS. Это позволит хранить централизованную, при необходимости изменять контакты содержимое этого файла. Также через приложение Автопровизм есть возможность производить обновление прошивок ваших IP-телефонов. Производится уже следующим образом. Можно включить функцию обновления соответствующей вкладки, произвести загрузку файлов с новыми прошивками. И далее в списке устройств выбрать устройства, которые мы желаем обновить, сохранить их в настройки. И при получении конфигурации файла от IP-ATS, он также получит конфигурационную строчку, в которой будет предложена ссылка на загрузку новой прошивки, и телефон будет обновлен автоматически. В актуальной версии прошивок для IP-телефонов Ялинк, конечно же, как всегда, можете найти на нашем сайте конфигматики точек нового разделить «Поддержка» и «Поскользить их». Также есть возможность облегчить все дела настройку телефонов, если у нас имеется большое количество телефонов одной и той же модели. Для этих целей можно создать шаблон, заранее подготовив настройки. Настройки все поля в шаблоне совпадают с ними. Вы можете видеть, добавление устройства в список устройств, за исключением в вкладке «Аккаунт». То есть, например, можно задать язык, часовой пояс, список кодеков, базовые функции, сохранить шаблон, и в дальнейшем, при настройке телефонов, его использовать просто набирая, и означая внутренние номера для настройки. Это удобно, опять же, при групповой настройке одной и той шаблоне. Также эта возможность доступна для фиксов шлюзов и основных. На этом основная часть закончена. Если есть вопросы, можно задавать непосредственно в чате предприятия. И я хотел бы провести небольшую демонстрацию, показать непосредственно на примере настройки телефонов. Встречайте! Встречайте! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... настройки, выведен смесель имеющегося оборудования. Как мы видим, на экране телефона там пуст, никаких аккаунтов не настроено. Телефон с крошкой настройки по включению. Следует учесть, что если телефон был использован ранее или были произведены какие-либо настройки, мы всегда можем сделать свой способ с кроским настройком, подключить телефон и настроить его через приложение AutoProvision заново. Найдем наш телефон по его адресу. Расписки достаточно значительные, количество телефона. Вводим телефон 46. Найдем наш аккаунт без доступа. Всех проситolan. Лизинд. Он rất поддерживает. Очень длинные ж Multipvedين. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Сдежи Субтитры сделал DimaTorzok Далее Программа «Шаг» Сабисим на микрофлог Дадим для удобства фильтр Здесь мы можем указать Макаре с телефона Продолжение следует... 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 Продолжение следует...